В Казахстан с официальным визитом прибыл глава МИД Турции Хакан Фидан. В рамках визита состоялись его переговоры с президентом и министром иностранных дел Казахстана. Подробности у нашего коллеги из Турции Турала Асадзе. Турал, здравствуй. Слово тебе. Добрый вечер, Виктор. Благодарю. Да, действительно, сегодня состоялся визит министра иностранных дел Турции Хакан Фидана в Казахстан, где он провел переговоры со своим казахстанским коллегой и президентом Казахстана Казахстаном Джо Маркин Фокаевым. И стороны здесь, безусловно, обсудили ряд важных вопросов регионального сотрудничества. Безусловно, и двустороннее сотрудничество партнерства было обсуждено в рамках данных переговоров в Турции и Казахстан за последние годы. Казахстан наращивает сотрудничество по всем направлениям. И безусловно, политическая воля здесь имеет большое значение, как турецкие лидеры Реджеп Тейфардаган, так и Казахстан Дюмар Токаев, казахстанский лидер. Оба эти лидеры намерены и дальше укреплять, и углублять данное политическое взаимодействие. Казахстан и Турция поддерживают друг друга во многих международных и региональных платформах. На сегодняшний день Казахстан, Турция реализуют ряд важных региональных проектов. Здесь, безусловно, необходимо отметить и такой трехсторонний формат сотрудничества, как Азербайджан, Турция и Казахстан. Мы знаем, что несколько раз министры иностранных дел встречались, были обсуждены ряд вопросов политического взаимодействия, а также экономического сотрудничества. Здесь, в первую очередь, имеется в виду транскаспийский коридор, восток-запад, который проходит посредством территории Казахстана, через Каспий, оттуда по территории Азербайджана, и далее через Турцию, уже в Европу. Данный коридор последние годы, особенно после начала Российско-Украинской войны, имеет уже особый интерес и особое значение у региональных и международных игроков, в частности Китай. Очень сильно заинтересованы в ее деятельности. И в этом смысле Турция играет свою активную политическую и экономическую роль. Реджептей Пардоган многократно заявляла о том, что запущена программа «Вновь на восток». Это программа, которая предусматривает углубление взаимоотношений со странами Восточной Азии, Центральной Азии, в частности со странами, которые входят в организацию тюркских государств. В первую очередь, я бы даже сказал, углубление сотрудничества с ними с Узбекистаном, у Турции очень тесные связи с Кыргызстаном. С тем же Казахстаном в последние годы мы видим углубление взаимоотношений. Если говорить об экономическом сотрудничестве, то здесь в прошлом году показатель товарооборота составил более 6 миллиардов долларов. Стороны здесь намерены поднять данные значения до 10 миллиардов. И далее турецкие компании здесь необходимо отметить, что заинтересованы в инвестициях в экономику Казахстана. Более 30 проектов уже реализуются на территории Казахстана при помощи турецких компаний. Более 50 проектов также в будущем могут быть уже реализованы. На данный момент они разрабатываются и, безусловно, здесь есть очень много других аспектов взаимопонимания и сотрудничества. В первую очередь также необходимо отметить и сотрудничество в оборонной промышленности. Ряд СМИ сегодня писали о том, что Казахстан, возможно, будет заинтересован в закупках турецких беспилотников вместо российских. Неизвестно точно, насколько это правда, но, тем не менее, такая информация есть. И, учитывая тот факт, что другие страны, Кыргызстан и Узбекистан, уже имеют подобное сотрудничество с Турцией, можно предположить, что Казахстан также пойдет по этому пути. Учитывая, что Азербайджан и Турция имеют очень высокий уровень сотрудничества в области оборонной промышленности, здесь уже также можно отметить, что данное сотрудничество, трехстороннее политическое и экономическое сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Казахстаном, и отдельно с Узбекистаном, может переформатироваться также и в сотрудничество, в партнерство в сфере оборонной промышленности. Турция, на самом деле, к этому и стремится. В рамках Организации Турческих Государств также была создана комиссия при участии МЧС этих стран. И некоторые эксперты, политики говорили о том, что в дальнейшем подобная комиссия может быть создана именно в сфере оборонной промышленности. Но в целом, по визиту Хакана Фидана в Казахстан та информация такова. Страны нацелены на углубление политического, экономического и, возможно, уже и военного сотрудничества. И в дальнейшем, возможно, мы увидим подписание ряда важных документов между Турцией и Казахстаном. Благодарю тебя, Турал. Турал Асади рассказал о визите Хакана Фидана, министра иностранных дел Турции в Казахстан. Продолжение следует...